Геннадий Иванов всегда хотел создать художественный проект на злобу дня и давно вынашивал идею об экспедиции. Зарубежными учёными по изучению воды и климата в Канаде Геннадий занялся исследованием мировых экологических проблем. В апреле вместе со специалистами он отправился в турне по провинции Юкон, Альберта и северо-западным территориям государства в Северной Америке. Тот регион, который мы посетили, там за 40-50 лет собралась информация, насколько быстро поднимается температура. К примеру, парк Томпстоун, там за 40 лет поднялась температура на 6 градусов. И даже видно, как растительность теперь оккупирует эту территорию, потому что там стало намного теплее, меньше снега. По словам художника, арктические широты Канады его невероятно впечатлили. Вдохновившись северной природой, Иванов написал пастелью несколько пейзажей с натуры. Эти работы станут началом масштабного визуального проекта «Метаморфозы». Он будет сочетать в себе разные виды искусства. Для того, чтобы просто простым людям, доступным языком визуального искусства, объяснить, что происходит на Земле. Потому что то, что учёные показывают графики, для них это очень далеко, всё это непонятно. Хотелось это сделать более доступным языком. Через музыку, через искусство. К слову, участники экспедиции создали красочный ролик по итогам своего трипа. Саундтреком к нему стала музыка талантливого британского саксофониста Эдвина Поупа. Для него это был эксперимент. Музыкант попробовал себя в новом амплуа и создал композиции в стиле эмбиент. Когда я увидел работы Геннадия, они мне очень впечатлили. Я понял, что они достойны интересной музыки. Вместо того, чтобы сочинять про Анатолию в Лондон, мне захотелось написать что-то спокойное. Когда я увидел сюжет, то понял, что это как раз то, что я и хотел передать. Главная цель большого проекта «Метаморфоза» с участием музыкантов, ученых и художников – привлечь общественность к проблемам климата и найти решение по выходу из экологического кризиса. Ролики, снятые во время путешествий, планируют презентовать на выставках Геннадия Иванова. По всем прогнозам, они пройдут в Англии в середине лета. Людмила Любимцева, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.